Так, готов? Да. А я? Приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Маршал Собчук. Это мой напарник Дмитрий Перчила. Сейчас мы разберем с вами такой прием, который называется ножницы. С чего начинается этот прием? Мы захватываем руку соперника. Мы можем захватить ее изнутри, отключить, тем самым полностью раскрыть для себя соперника для прыжка. Можем захватить с внешней стороны, но здесь очень важно отключить его плечо. Если вы просто вот так схватитесь, это еще не гарантирует вам в дальнейшем хорошее исполнение. Здесь ему будет проще, вам сложнее. Поэтому захватили глубоко, вот здесь вот почувствовали, рука вверх, почувствовали, что вы его плотно фиксируете. Мы стартуем с задней ноги. Это очень важно понять. Именно задняя нога – та нога, с которой мы начинаем все это делать. Закинул заднюю ногу. После этого закидываю, вправляю свою переднюю ногу ему между ног. Есть варианты, когда ногу ставят просто на живот, но я советую сразу вкручивать ногу под его колено. Это более эффективно, когда вы уже делаете приемки. Стартуя с задней ноги, вставляя ногу. Здесь самый главный момент – это научиться заводить вот это колено за его ногу. Когда вы учитесь, вы можете делать это даже просто вот так. Вставать на свою руку. Вставать на свою руку. И вот так вот вправлять. Самое главное, чтобы не было вот таких вот движений. Вправляем. После этого мы делаем вращательное движение на него. И за счет него, за счет скручивания бедер, он падает. Как только мы оказались в этом положении, первое, что нужно сделать, это нужно плотно зажать свои ноги. Зажали. Это нужно, чтобы зафиксировать его и провести прием, чтобы соперник не ушел. Когда он вправляет свою ногу, я ставил акцент на том, что мы именно вправляем, мы не просто ставим ее сюда. Вот здесь бы он ушел. У него была бы большая вероятность, что он просто сбросил бы ногу и ушел. А здесь у него такой возможности нету. Поэтому мои обе ноги вправлены. Можно также их сцепить и выпрямить туда, на любителя. Мне достаточно обычно того, что я просто сжимаю плотный колень. А когда я это сделал? Все. Мне осталось только сделать прием. Я не перекидываю свою руку, потому что тогда я рискую потерять его ногу, потерять прием. Я веду своим локтем по его ноге. Оп, я прихватываю пятку. Это внутренняя пятка, терпеть ее невозможно. Если, например, вам нельзя делать скрутки или вы не умеете их делать, вы можете здесь брать афил. У вас есть плотный захват, точно так же проводите локтем, прихватываете. Здесь делайте так, как умеете. Если умеете, пробуйте делать здесь. Если нет, заворачивайтесь на живот в эту или в ту сторону и работайте уже здесь. Здесь делайте так, как вам удобно, так, как вам привычно. Итак, как мы делаем этот прием, когда у нас есть ударная техника? Хорошо, когда ваш соперник выставляет вперед ногу. То есть, если он выставляет вперед ногу, он низко подсаживается. Для вас это подарок, бонус. Можете смелее пробовать это делать. По крайней мере, на тренировке вы почувствуете разницу. Человек подсел. Он стоит в удобной для вас стойке. Соответственно, вы можете рисковать. Вы наносите самую обычную двойку. Причем на санде вы бьете не по нему. Вы даже, ваши удары даже близко до него не долетают. Вот вы чуть подвигались, подвигались в одну сторону, в другую сторону. Наносите двойку. Одновременно вы стреливаете вот этой задней ногой. Все, она уже вкручивается ему между ног. В момент, когда он встречает вас ударом, например, в рам прямой, вас уже там нету. Вы уже разворачиваетесь к нему спиной и садитесь к нему на ногу, как к Дедушке Морозу. Вот, мы положили соперника. Здесь главное не мешкать, а плотно зажать, приклотить, взять ножку и сделать слием. Так, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Владыр Свет, добавляйте в наши группы, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Вот. Я атакую ногу соперника, чтобы он сместил центр тяжести. Загружаю руку, которая лежит у меня на плече. Совершаю прыжок и перебрасываю ногу через голову соперника. Усилием ног вывожу в рам... Субтитры создавал DimaTorzok